Дальше смотрим Что такое невидимые Миры слезы Последние годы Когда у меня Урожай Я в один год показывал Несколько больших Собраний Мыши собирали В кучку Допустим под деревом 10 квадратных метров Или даже 20 Или 12-15 Они все собирали в кучу А потом похоже Всю зиму Там под снегом грызли И вот я вам показывал Одновременно Тысячу Изгрызенных Абрикосовых костик Снова тысячу Большое количество Изгрызенных полностью Костик вишни А мы все жали Как это так Вишни не всходят Под деревья Абрикосы не всходят И вот пожалуйста Слива Этот сливок Свежий Я обнаружил Недавно Вот это Эту столовую Уже Когда Собрался Поднять Свежие сливы Это я Однокочек Собираю Я обнаружил Прошлогодние Они все Были Уничтожены Съедены Мышами Почему Я так говорю Мыши На данный момент Каждый Несколько лет Мыши уничтожают Миллионы деревьев Биологи Нас Не извещают А это Случается Раз в несколько лет По всей стране Одновременно Ну Если не по всей стране То по большим регионам Например Мыши Любят Очень глубокий снег Когда снега Мало Они Не опасны Почему Потому что Они боятся Открытых пространств Когда большой снег Они чувствуют себя Товольготно Вы осенью посадили грядку Весной Грядка пуста А вы даже Не догадываетесь И вот Когда Набралось Таких И Потом Один из вас Одна Кажется Женщина Кажется Моя хорошая Знакомая Но памяти нет Сообщила Что да Они взошли Амарикосовые Косочки Я вам рассказывал Но повторюсь Они не взошли А потом Когда она Взялась Там за лопату Оказалось Они все были Спрятаны В одном месте То есть Грядки Аккуратно Были Все Выкопаны Она же Не вот так Садила Рассеивая Она Все таки Закапывала Там Может за сантиметр Но закапывала И все Они нашлись И вот тогда На меня Стало Доходить Что И едят Они не сразу Они вычищают Грядку Получается В сторонке Вот такое То что вы видите Снежный снимок А Садоводь ждет Когда Она Проклюнется А она Проклюнется Не собирается Значит Когда-то У меня было Еще потом Ниже будут фотографии Как правило Все не успеваю Что-то Переносится Опять На следующую Неделю Но Все сразу Показать не могу Получается Такая картина Вот те случаи Когда у меня Посадил Под зиму Ну не совсем Под зиму Ну скажем В октябре И они Дружно Всходили Один год Не всходили Ни разу Второй год Третий год Не всходили Но всходили Годом позже Четвертый год Не всходили Никогда Я теперь Грешу Только на мышей После всех Вот этих Вот Годы идут И уже наткнулся Опять На столовую На буфет На машины Вот И тут до меня Постепенно Доходит Вот Не всхожесть Чаще всего Объясняется Мышами Мышами Значит Смотрите Что такое Технология Не совсем Удачная В каком плане Идеальная Не бывает Я говорю Вот кто-то Закопал Да На 10 сантиметров Или там Помните Грета А мы с вами Не проходили Я вам покажу Статью Классика Невероятного Знаменитого Садовода Самый Считается Гениальный Сибиряк Вот Но он Советовал Закопать На 10 сантиметров Так Это прямо Его статья Вот Я этого Не придерживаюсь Потому что Люди на этом Остановятся И больше Будут ждать А когда Она взойдет Она через Несколько лет Все равно погибает Процент Гибели У Даже у Ученых Людей Очень высокий Почему Потому что Они Судя Помните Мой спорт С Крамаренко Который Когда огонь На себя Вызвал Антон Сопрона Я написал У меня Тысячи подписчиков Почему Вы пишите Там 7 сантиметров А железа Пол сантиметра Вот Она осталась На свою Садить Глубоко А это значит Что у нее Самые погибали Она не раз Об этом Рассказывала Нет Она не знает Причины Ну какой Подмосковью Может быть мороз Для наших Этих Ну какой Вот Смешно Даже Абрикосы Они изначально Очень моростойкие Им приписывают Не морозостойкость Напоминаем 25 Должны погибнуть Семеч Эти Цветы А в 30 Он и сам Будет погибнуть Ну где-то Такие теплые морозы Бывает У нас Нигде Даже подмосковье Таких теплых Не бывает Как Ну Несколько лет И под 40 Каждый Несколько лет Под 40 И массовая дибель А причина Это А я-то считаю Что они Должны бы выдержать Но у них Основание Стамбы Под землей И вот это Одна причина Так Извините Что повторяюсь А вторая причина Раз уж мыши Причастны То посмотрите Тот кто держит Под черным паром Так Деревья Он имеет плюс До 5-6 лет Мыши Грызут Если дерево Вот посадил сад И держать Под черным паром Это страшно Тяжело Невероятно Это тот Советует Рыхлите Перекапывайте Каждый год До последней Травинки Они сами Этого не делают Они С черной души Советуют Вот Тогда действительно Там делать нечего Мышам Почему я еще говорю Хотите сделать Перекоп На зиму Выбирайте участок Например Бывшее Картофельное поле Или просто Картофельное поле В месезоне Оно так Перекопано Что там нет Не мышей И нет Мыши Вот там Можно сохранить Но опять же Черную пару Я же учу вас Советы Чуть И не сразу Вот Посадил сад С этого момента Не то что Специальной травой Надо Оставьте покоя Дерн Он сам Нарастет Да еще такой Густой будет Что это Он будет уже Играть роль И Теплоизоляции Сам дерн Это Нормально Это Естественно Дерн Саду Это Естественно Вот Черную пару Естественно Вот Сколько Я наговорил